всем привет это про хоккей надаль твтнт с вами юлия кабакова иван вербицкий и если вы дорогие друзья по какому-то поводу еще горюйте потому что наш амур не вышел в плей-офф вы с этим завязывайте потому что в нашей программе покрывать голову пеплом не принято в конце концов если вся голова в пепле это и выглядит не очень а мы за красоту и начнем с красивого первого периода матче амур динамо и почему нельзя заканчивать игру после первого периода таким вопросом наверняка задавались все те кто внимательно следил за матчем амур динамо то есть все мы первые 20 минут действительно можно смело заносить в актив нашей команде даже после того как дмитрий вишневский на девятой минуте открыл счет наши не растерялись а аким алиу и вячеслав литовченко даже заставили на время потеряться динамовцев на первый перерыв еще полные трибуны платину марена уходили со стойким убеждением хабаровчане сумеют увеличить преимущество друзья формулируйте свои убеждения четче преимущество действительно увеличил хабаровчанин правда бывший александр осипов своей шайбой напомнил публике о временах хану йортики именно осипов был одним из символов той команды которая осуществила давнюю мечту приверженцев секты вожделенного плова и в первом же раунде проиграла все четыре матча омскому авангарду это первая команда душа я раньше играл и забиваю то что я давно это думал и чтобы когда забью эмоции не показывать и сегодня получилось это у меня ребята это заметили то что я показал жест что специально некое уважение тоже болельщикам и к ребятам саша а извиниться за то что огорчил местных болельщиков не хочешь следующий раз а уже при счете 3 2 в пользу динамо случился эпизод после которого на победу рассчитывать стало сложнее на 34 минуте артем зуб повздорил с дмитрием вишневский который на пять лет старше нашего защитника в результате динамо ведь получил две минуты штрафа а зуб удаление до конца игры артем зуб играет на той позиции где нужно быть сильным и жестким и иногда это приводит к таким ситуациям как сегодня артема удалили на пять минут а с динамо даже две минуты играть непросто не стоит списывать со счетов что динамо хорошие игроки неплохо исполняет большинство но сегодня видимо не так надежно и внимательно на нас играли допускали какие-то микро ошибки которые приводили галанты динамо и в равных составах выглядит внушительно а в меньшинстве и без зуба москвичей останавливать еще сложнее в результате 5-2 не в нашу пользу а нападающий тигров том ванды в этот вечер задул 29 свечей не в лучшем настроении это никогда не весело проигрывать в свой день рождения или в какой-то другой день это была игра которую мы сначала держали в своих руках но потом динамо свои моменты реализовала и заслужила победу после этой игры окончательно стало ясно что амур завершает сезон раньше цска йокерита и других лидеров кхл но этот чемпионат для нашей команды еще не закончен после поражения динамо тигры проиграли и подмосковному витязю но тут не обошлось без позитива прямо сейчас вы будете удивлены амур хорошая команда она прибавила с приходом нового тренера более того у наших тигров появился свой стиль команда стала быстро играть в атаке и от этого у соперника большие проблемы в обороне даже если они побеждают легкими такие успехи назвать нельзя так 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 если вы подумали что я сошел с ума то расслабьтесь я ничего не придумал просто почти слово в слово повторил мысль заслуженного мастера спорта чемпиона мира максима сергеевича афиногенова в такое время живем что все требуют доказательств извольте хорошая команда прибавила с приходом нового тренера то есть появился какой-то стиль они стали быстрее играть в атаке то есть они быстро садятся защитников то есть но тяжело было а теперь статистика за три периода наши нанесли поворотом витязи 52 броска это почти в два раза больше чем у афиногеновой компании а главного героя матча зовут игорь сопрыки но у них были моменты у нас здорово сыграл вратарь и как бы не дал им войти в игру то есть не дал им зацепиться это главное кстати если вы тоже заинтересовались голкипером витязя то вам будет любопытно что 80-е годы в московском спартаке играл вратарь дмитрий сопрыкин чей сын олег сопрыкин чемпион мира 2009 года так вот олег и дмитрий сопрыкины просто однофамильцы вратаря витязи а так-то амур конечно провалил первый период а гостям нужно отдать должное они вышли заряженные и бились несмотря на турнирное положение и нашим надо делать то же самое это опять не я это евгений грачев провалили первый период они молодцы надо дать им должное вышли заряженные 4 игра на выезде для них они вышли бьются несмотря на положение в таблице нам надо делать то же самое вот такой позитивный отчет у нас получился об игре в которой наши проиграли витязю 14 а потом амур встречался с хорватским клубом медвежчак кхл не так много команд из дальнего зарубежья но визит команды из загреба наглядно показал что в хоккей играют настоящие мужчины это понятно но они еще и играют по-разному из всех команд дальнего зарубежья медвежчак можно смело назвать самой дальней команду из загриба тренирует канадский специалист горди дуайер за плечами которого пять сезонов в нхл а по тренерским меркам он еще очень молод всего 37 лет это говорит о том что скучная его команда никогда не будет игра медвежчака это конечно хоккей но другой а тут еще и состав если бы существовала евроамериканская сборная то ее звали бы медвежчак 5 хорватов 4 шведа чех 2 финна 2 итальянца датчанин словак россиянин илья аркалов и 5 канадцев игру наших тигров вот с такой сборной мира пропустили те кто во вторник решили вдоволь позаниматься демагогии на тему того что шеф все пропало гипс снимают клиент уезжает и так далее а между прочим вплоть до середины второго периода счет был ничейным 22 и наш хоккей был ничуть не слабее другого они просто играют другое немножко хоккей они все активно мы готовились к этому матчу мы разбирали соперника смотрели видео чтоб не получилось а вот что точно получилось так это зрелище перца матчу добавила драка между нашим защитником данилом сталь новым и не менее горячим итальянским парнем стефана джильятти по мнению болельщиков победителем в этом спарринге стал наш тигр а джильятти пусть у себя дома расскажет что в хабаровске по ледовым площадкам вечерами лучше не нарываться а если бы слова железного слышали следующие соперники амура и слована они бы догадались что легко в четверг не будет нам надо выигрывать потому что мы не хотим быть на предпоследнем месте стыдно вот это не наше место мы должны выше быть мы будем стараться вот эти три матча с словами два садмирал мы обязаны их выигрывать а вслед за хорватами в хабаровск пожаловали словаки подробности предпоследней домашней игры этого чемпионата далее в нашей программе в четверг тиграм противостоял клуб который еще не застолбил за собой вожделенную восьмую строчку на западе и терять очки явно не собирался что до наших то обязанность радовать болельщиков никто не отменял и не собирается а тут еще желание сыграть хорошо которое иногда бывает выше возможностей но с третья минута и словацкий чех томаш кундраток выводит словом вперед я не знаю кто напомнил нашему форварду николаю складниченко что две заброшенные шайбы за весь сезон для нападающего маловато но форвард намек понял правильно и один один мотивация всегда болельщиков порадовать самое самое основное не получается своих порадовать в последнем матче не до конца переживать нас когда в тяжелой ситуация хочется для них сыграть хорошо вы уже привыкли что в нашей программе мы всегда обращаем внимание на различные детали в год и на игре со словом нам специально для вас кое-что подсмотрели приглядитесь внимательнее к нашему голкиперу александру печурскому и бинго с обновкой саша но вернемся к игре до вертайма команды отличились еще по разу а в дополнительные пять минут видимо решили не рисковать и доигрались до булитов понятное дело в другой турнирной ситуации мы бы расстроились что амуру повезло меньше и два очка уехали в словакию но мы смотрим на такие вещи объективно и понимаем что в этот вечер победа нужнее было словану ладно запомнили в другой раз вернете должок пока не надо мы готовимся к дерби это был про хоккей юля кабакова иван вербицкий всем хоккея всем счастья увидимся ровно через неделю пока а